Итак, я вас приветствую. Не совсем тиктоковский формат видоса про тачки, чисто поговорить, такой наш подкаст, поделиться опытом, то, что я видел, что я знаю и так далее. Смотри, реалии украинского выбора автомобиля. Предположим, ты думаешь, купить, сменить себе тачку, что-то, какие-то манипуляции сделать. И вот у тебя есть выбор. У тебя есть, значит, опционально, что ты можешь. Ты выйти можешь на рынок и купить тачку просто вот с объявления. Ну, я имею в виду, сейчас за бушные тачки идет речь, да, такая ремарка. Значит, ты можешь купить бушную тачку просто с объявления. При этом непонятно, что это за тачка. Это вот тачка, которая была с новья пригнана в Украину, там растаможенная, кто-то ее купил, ездил с салона, потом решил продать. Либо это какой-то мусор, который был притянут с Европы и, типа, не бит, не крашен, либо это какой-то мусор из США, и вот ты как бы не знаешь. Поэтому ты идешь дальше, ты думаешь, почему бы мне не пойти в Аббанк и не сделать так, чтобы, ну, вот, ты рассказываешь же, там, тачки с Европы, тачки из Америки. Вот это вот все. Купить какую-нибудь тачку, там, где-то из-за бугра. Значит, какие у тебя опциональные есть варианты вообще? То есть ты можешь пригнать тачку, там, на заказ с Европы, допустим, это первая опция. Ты можешь пригнать тачку себе из Америки, это вторая опция. Ты можешь пригнать себе тачку ограниченный выбор, но все же есть. Это из Кореи, ну, Южной Кореи, естественно. Вот, то есть фактически три таких опции. Ну, самая, как бы, распространенная, это Европа и США, а Корея уже, как бы, так, по факту. Ну, итак, давай же рассмотрим, что ты можешь пригнать. Вот смотри, как бы, без лишних слов, да, как бы, во всей этой схеме, ну, не получится обмануть судьбу. Все, кто, вот, занимается подобными делами, пытаются, как бы, ну, мысленно им обещают, что обманут судьбу. Обманут судьбу так, что ты заплатишь либо меньшие деньги и получишь то же самое, что есть у нас на рынке, либо ты заплатишь деньги плюс-минус такие же, ну, может быть, там, чуть меньше, но ты получишь тачку в очень хорошем состоянии, чуть ли не новье, почти новую. Поехали, рассмотрим первый вариант, это Европа. Смотри, на практике уже уяснено, что, к сожалению, из Европы к нам попадает один мусор. Вот именно если ты хочешь купить у перекупа, перекупы сюда гонят один только мусор. По одной простой причине. Идиотская система налогообложения совершенно, не то, что не демократическая, а какая-то, ну, воровская система налогообложения делает так, что автомобиль, который в Европе куплен за тысячу долларов, ну, тысячу евро, то после растаможки там и все, и все, и все, он тебе здесь становится там минимум там в 6-7 тысяч. Ну, ты понимаешь, ну, как бы разница, да, то, что куплено за тысячу, и то, что тебе тут стало в 6-7, даже если оно тебе в 5 станет, ну, ты понимаешь, это полный трэш. Ну, ну, это полнейший трэш. Автомобиль за штуку баксов, он хороший в том виде, в котором он есть. За 6 тысяч долларов это уже, ну, он нахрен никому не нужен. Поэтому барыганы стараются гнать, не то, что нет, они не стараются, они гонят. Исключительно самый-самый дешман, вот, который есть по низу рынка, иначе просто ему невыгодно его сюда везти. Самый-самый-самый дешман, который, в принципе, вообще существует. В Европе можно купить неплохую тачку, но это надо лично поехать в Германию, либо во Францию. Никаких прибалтов, Польши, Румыния, там, Чехия, Словакия. Никаких вот этих вот промежуточных остановок. Как бы надо ехать прямо вот в центральную кормушку. Это Германия и Франция на данный момент. Испания тоже, но Испания там дальше, там немножко другие реалии. В частности, вот, Франция и Германия. И конкретно там, у француза, либо немца найти автомобиль. Но прикол в том, что те, кто продает автомобили, французы и немцы, они не будут общаться с тобой, если ты на ломаном английском, там, моя-твоя, показать автомобиль, покупать. С тобой никто даже говорить не будет. Даже если ты там что-то напишешь, позвонишь, чувак это услышит, немец-француз, он положит трубку. Для этого тебе нужен человек, который будет отлично говорить на языке. Лучше тот, кто там прожил какое-то время, который знает плюс-минус, как общаться с немцем или там с французом, чтобы договориться с завтра. То есть даже тебе никто ничего показывать не будет. И такой момент, это, ну, это увеличение времени, бюджетов. Ну, то есть, соответственно, ты понимаешь, что она тебе станет ни хрена не дешевле. Но так ты можешь купить себе тачку, именно нормальную, более-менее. Которая не будет отмотана с пробегом. Потому что я видел тачки Ауди с пробегом 298 тысяч. Ну, старая там насос-форсунка еще, дизельная. И она выглядела так, что если бы вот снизу я ее смотрел, там, салон, ее именно во Франции чел поехал там с отцом, купили во Франции у француза за тысячу евро, пригнали. И вот 300 тысяч пробега, и если бы я не знал, что это, ну, реально 300 тысяч пробега, если бы мне сказали, что, ну, там, тысяч пятьдесят, то, в принципе, я бы, наверное, даже и поверил. Вид у машины соответствующий был. Поэтому, то есть, что делают барыганы? Барыганы покупают под дешман самый-самый низ. Вот все, что можно по низу рынка купить максимально дешевое. Лишь бы оно заводилось, и плюс-минус там оно цело выглядело. И потом происходит такая метаморфоза. Его пригоняют сюда, его чистят, делают ему химчистки, полировки, подмазать, подшаманить. Единственное, что ты не подшаманишь, это коптящий двигатель. И то там стараются какими-то обманками, системами, там, чтобы оно меньше дымило. Я узнаю миф там про заливку двухтактного масла вместо моторного масла, чтобы он дымил меньше. Ну, я, кстати, не проверял этот миф, надо будет проверить, насколько это, ну, соответствует реальности. И вот это вот все нашаманивается. Пробег там, естественно, пробег у этого автомобиля какой-то феерический. Там за 500 тысяч его сматывают до, там, 200-250, хотя реальных там 500-700 тысяч. И вот это вот уже продают и тебе впаривают. Поэтому, ну, вот такой вот выбор, ну, то есть можно вот так вот сделать, то есть либо тратить время и бабки самому покупать. И вот эти вот все сказки о том, что да, так делают, но лично тебе, вот лично тебе, вот я там езжу, лично тебе я там найду классную тачку. Или вот, ты знаешь, я купил тачку своей жене. Вот она так хотела, так хотела, я пригнал ее, специально искал, чтобы был маленький пробег, все. Я пригнал, жена села, проехала, ну, что-то ей не понравилось. Ну, посадка, может, не та же, это ей как-то вот неудобно, там, как-то вот, там, из-за руля там что-то не видно. В общем, она поездила где-то неделю и сказала, типа, ну, мне не нравится. Ну, короче, такое, и, типа, мне, ну, другую машину. И вот, вот, ну, вот я ее пригнал, вот ее теперь надо куда-то продать. Вот таких вот сказок просто миллион, там, или я маме пригонял, или я пригнал брату, а брат передумал. Ну, такой, типа, да я тут подумал, сейчас не бюджет, и вот я ее сейчас прогонял. Или я себе пригнал тачку, себе, но потом там кое-что изменилось, и мне сейчас не нужна тачка, я хочу, короче, там, сваливать. Там, я туда-сюда продаю, там, вот, ну, вот таких вот сказок просто выше крыши. Это вот Евроавтопром. Евроавтопром ты возьмешь гарантированно с конским пробегом, и у тебя начнет все сыпаться и все остальное. И потом, по факту, по ремонту и тогда, и так далее, ты увидишь, что ремонт и все остальное, и расномушки тебе, в принципе, стали даже дороже, если бы ты то же самое купил здесь. Ну, просто оно получилось, как бы, ну, типа, в рассрочку, там, на полгода, там, на год, допустим. Это такие реалии с европейскими тачками. Дальше. У нас остается опция США. Опция США сейчас более, ну, не то, что распространена, а более, если люди уже разобрались с европейским барахлом, то есть, что оттуда идет мусор, со штатами еще нет. Ну, то есть, еще есть такой миф, мифинизировано, что там что-то такое. Основной миф заключается в обмане судьбы, в том, что ты можешь взять за плюс-минус небольшие деньги тачку с пробегом, там, 10-20 тысяч миль, ну, там, 30. Вот ее чуть-чуть коцнули там где-то. И ты за небольшие деньги получаешь фактически новый автомобиль. Да, ему там несколько лет, там, 2, 3, 4, там, 5 лет, но с маленьким пробегом. То есть, ты получаешь там почти неюзанный автомобиль за плюс-минус небольшие деньги. Ну, опять же, такие, то есть, упоминать о том, что это дешево, я не буду, потому что автомобиль, который стоит в США на аукционе, их с аукциона тащат. Именно с аукциона не покупают с бэушной, там, на стоянках, на то, на сё, там, они стоят совершенно других денег. С аукциона битый автомобиль, он стоит где-то, там, у него бюджеты, там, грубо, там, тысяча-тире, там, 3 тысячи, 5 тысяч долларов. Ну, то есть, и 5 тысяч долларов, это, типа, мега. Ну, я сейчас говорю за плюс-минус усреднённый класс. Я понимаю, что если ты, там, ищешь какую-то AMG Mercedes-Benz, там, 2024 года, или, там, 2022, то он будет, как бы, стоить там тоже, соответственно, денег, даже коснутый. Так вот, они такую, ты такую тачку берёшь, у тебя, там, бюджет, там, 3 штуки баксов. И здесь тебе эта тачка обходится, там, в десятку. Это транспортировка, ремонт, растаможка. Ну, в основном, это растаможка. Ну, тоже, тоже, куконская идиотическая система. Но не суть, то есть, всё равно люди на это идут, соглашаются, ты же получишь новую тачку. Так вот, смотри, дорогой мой друг Сидней. Америка, ну, то есть, США, это вот по фильмам показывают, что, вот, по фильмам у человека может сложиться впечатление, что штаты, там, как бы, одни ковбои, какие-то наркодилеры и гетто-кварталы с неграми, там, наркоторговцами. И там, в основном, все на Кадиллаках и Роллс-Ройсах рассекают, там, все на новых тачках ездят, если что-то там коцнул, там, поцарапал тачку, её сразу забрали по страховке, там, всё застраховано. Забрали по страховке, выплатили денег и всё. Эта тачка никому не нужна, и ты, в общем, получаешь хорошую тачку и все дела. Значит, смотри, это миф. Понимаешь, США, это большая такая территория очень предприимчивых людей самых разных уровней. Там есть толстосумы, как бы, верхушка пищевой цепочки, и есть вообще там чуть ли не какие-то рабы в подвалах работающие, ну, я условно говорю, которые, в общем, перерабатывают всё почти как вот эти вот видосы Пакистан, Индия, там, где Пакистан Тракс есть, там, грузовики ремонтируют. Потому что у меня лично мой друг уехал в Штат, и он работает на СТОшке, которая вот так вот собирает русским машины, как бы подшаманивая, там, поменять, двигатель заклинилась и не сильно побила коленчатый вал, вытащить вкладыш, наждачкой там чуть-чуть колено чернуть, поставить новый, в общем, поехал вперёд. И вот такие вот ремонты, как бы, вот. То есть там, как бы, самое разное. Так вот, американцы, парни далеко не глупые, и вот всё, что попадает на аукционы, всё, что есть там нормального и достойного вложения денег, оттуда моментально забирается и выбирается. И всё, что остаётся на аукционах, это металлолом, мусор, скажем, для американца. То есть вот он смотрит на эту тачку, и он понимает, что стоит она там штуку баксов, в неё надо, чтобы поремонтировать, вложить ещё, там, минимум, там, штуки две, это работа, там, с материалом, это минимум. А продаст он её после этого, там, максимум тысячи за две, две с половиной. Ну, то есть просто нерентабельно, она даже не окупится в ноль. И такое не берут. То есть они смотрят, ну, это уже, ну, типа, блин, заниматься этим нафиг не надо. У нас, конечно, не настолько переборчиво, ну, то, что переборчиво, у нас ситуация немножко другая. У нас в Америке автомобиль ещё лет 50, может быть, даже 70 тому назад перестал быть элементом роскоши. И автомобиль стал чем-то таким обыденным, рабочим. Ну, вот, я не знаю, там, ты одеваешься, да, ты там, вот, как мыло, ты помыл мылом руки, там, умылся, ты там, дезиком попшикал себе подмышками, да, там, почистил зубы. И вот чисто вот что-то такое в Америке автомобиль. То есть это нечто мега обыденное и простое. У нас до сих пор ещё это, ну, это уже отходит от какого-то предмета роскоши, но это всё ещё остаётся таким элементом, ну, дороговизны, то есть признаком того, что, ну, всё-таки у тебя есть бабки. Так вот, у нас, как бы, говноедство, переборчивость. Ну, понимаешь, это просто рентабельность. Вот у нас, как бы, рентабельно взять какую-нибудь тачку с разбаленной мордой и вложить в неё ещё денег там, радиаторы, бампера, что-то там колхозить, собирать со сборки, поставить и сделать, и продать. У нас его купят, такую тачку там, особенно втереть, что не бит, не крашен, если там всё правильно сделать, правильно, и правильного клиента найти. Вот, то в Штатах такой подход, он, как бы, не выживает. То есть из-за вот этого вот налогообложения и всё, то есть там невыгодно купить тачку, тот же мой любимый Аккорд, даже не Аккорд, а Акура, 3,5, СА, ШАВД, полный привод, седан. Вот, то есть здесь она у нас, ну, последний раз, что я проверял, она стоила с Америки, ну, я имею в виду на УЛХ, уже, как бы, готовая, она стоила где-то в районе 20 тысяч долларов. То есть там, как бы, ну, здесь, получается, это плюс-минус редкая машина, то есть там выгодно её взять, сколько там она, 8 будет стоить, или там 10, то есть докинуть там за растаможку, за то, за сё, всё пригнать сюда, поремонтировать и продать, оно ещё как-то выгодно там, это невыгодно, там, за 8 купить, поремонтировать, вкинуть туда ещё четвертак, пятёрек зелени на ремонт, потому что цены, ну, как бы, некоторые в Штатах чуть-чуть отличаются, как в меньшую, так и в большую сторону, и продать там за те же 10, да, там это не... Вот этим никто не занимается, вот и всё, простая коммерция, не потому что там ленивые люди, или там такие мажоры, которые, ой, поцарапался там, всё, это уже всё, это не рентабельно, это, в общем, надо выбрасывать, нет, поэтому получить тачку с Америки, типа, как можно получить реально клёвую тачку, смотри, это должен быть человек там на месте, в идеале, это вот схема как бы идеальная, да, то есть если человек на месте, выбирает тачку, которую ты хочешь, допустим, у этой тачки сдох двигатель, или что-то случилось, она внешне нормальная, он выкупает эту тачку, находит такую же самую тачку, вжаренную там, в задницу, там, перевёртыш, вбок, ещё куда-то, и в ту же тачку тоже выкупает, снимает с неё двигатель, снимает с той тачки двигатель, меняет их местами, но меняет просто, ну, вкидывает, как бы на место, без там заморочек с подключением проводки, там, ещё чего-то, снимает некоторое полезное барахло, которое, может быть, тебе пригодится со второй тачки, и засыпает тебе это всё просто в салон, потому что тачка идёт, ну, там, некая комплектация, там, ну, то есть оно налогом не облагается, если у тебя там коробка, по-моему, будет, или мотор лежать в машине, ну, там свои, короче, юридические кассы, я сейчас могу ошибаться, вот, можете в комментах мелупануть, так это или не так, но где-то я такое слышал, что, как бы, там можно так делать, короче, он тебе это всё напихивает, и вот этот вот автомобиль отправляет тебе, и ты уже здесь получаешь, ты его там чистишь, дотачиваешь, там, эти моменты, там, проводка, там, всё остальное, и получаешь тачку, ты реально так можешь получить тачку с небольшим пробегом, но, понимаешь, в чём юмор? По деньгам это будет дороже, дороже, причём дороже, конкретно дороже, чем ты просто купишь здесь такую тачку, потому что у нас нельзя ввести тачку, не растамаживая её, ну, типа, там, как на запчасти, как барахло, там, ещё чего-то такое, поэтому это надо делать там, в Америке, то есть не две тачки привезти, а одну, там, в Америке, тебе тоже надо заплатить кому-то, кого-то найти, либо тащить две, ну, короче, это целая головная боль, которой люди, естественно, заниматься не хотят, и так можно делать человек, у которого, скажем так, не стоит вопросов на сущном автомобиле по передвижению, у которого, в принципе, в порядке всё с финансовым положением, и вот он хочет какую-то такую тачку для души, там, вот что-то там, N-такое, чего нет на рынке, он там, вот, нашёл такое-такое, там, что-то пересыпать, конструктор, с точки зрения практики, если ты просто хочешь купить какое-то корыто, на нём ездить, с точки зрения практики, ну, невыгодно это, ну, не заниматься этим, ну, не будешь-то этим заниматься, ну, поверь мне, вот, но, то есть, как бы, в опции остаётся всё равно, то есть, в любом случае, ты притягиваешь какую-то битую тачку, какой-то металлолом, и здесь его ремонтируешь, в моём варианте, когда я хотел до всего этого свинособачьего игры, у меня был, как бы, план, с Америки, вот, что я вспомнил, аккорд, у меня, я всё рассматривал, либо аккорд, купе, 3,5 на ручке, но он переднеприводный, либо я больше склонялся к седану, аккура, ну, то же самое, только седан, аккура, полный привод, ну, там автомат, естественно, то есть, ну, автомат там тоже неплохой, то есть, там система САШ-АВД, ну, в общем, это отдельно об этом, так вот, я, когда рассматривал такой вариант, как бы, в моём, в моей ситуации, мне хотелось, ну, скажем, для меня было бы идеально найти автомобиль вот такой вот, который был бы коцнут нормально в задницу, или там где-то в бок, то есть, чтобы двигатель, вот эта вот вся часть морда, там, радиаторы, всё-всё-всё-всё-всё, вот этот моторный отсек был не тронут, вот в моём, как бы, для меня, это был бы, ну, может, не идеальный вариант, но очень приемлемый вариант. Кто-то мне предлагал и рассказал, что, а ты ж механик, ты ж моторист, ты ж там такой, ты шо, ты чё, вот возьми себе там с каким-то стуканутым двигателем, отремонтируй двигатель. Блин, да не хочу я этим заниматься, там ремонт двигателя станет денег, это весь ремонт двигателя, как бы, вот объясняю, есть варианты, когда автомобили продаются, внешне он, как бы, не коцнутый, вроде бы написано run-and-drive и всё остальное, но у него проблемы с двигателем, он заклинился, или шатун пробил блок, ну, короче, двигателя нет. Вот это барахло сюда приезжает, человек такой смотрит, такой, блин, что его делать, надо смотреть. Короче, ремонт обычно таких автомобилей, это ты покупаешь где-то с разборки двигатель, находишь такой же, и вот этот двигатель, который ты купил, ты дополнительно его разбираешь и пересыпаешь, там, меняешь кольца, там, делаешь головку, регламентные работы, цепи, ремни, там, и всё-всё-всё вот это вот. Делаешь такой, ну, это не капиталка, это такой лайтовый ремонт, и вот тогда ты его ставишь на машину, вот тогда оно ездит, но ты платишь почти двойной ценник за двигатель, за его переборку. Если ты этого не сделаешь и послушаешь вот таких вот продаванов, которые, да, мотор 20 тысяч проехал, просто мы машину на запчасти притащили, там, на жопу, там, КамАЗ упал, танк переехал, там, ещё что-то, мотор вот реально всё чётко. Если такой мотор возьмёшь и поставишь, то велика вероятность, что в очень быстром, недолгом времени, точнее, у тебя с ним начнутся какие-то проблемы. И проблемы такие, что у тебя шатун вылезет в блок, там, ещё что-нибудь. Вот, такие вот реалии. Ну, и третий вариант, мы подходим постепенно к третьему варианту, это автомобиль из Кореи. Из всего вышеупомянутого, автомобиль из Кореи, этот вариант, мне чисто на практике, практически, он импонирует больше. Потому что из Кореи, во-первых, идут корейские автомобили внутреннего рынка, они сами по себе сделаны нормально. Они сделаны лучше, чем европейский. Ну, как европейские, ну, они выхоженные европейские, да? Ну, в общем, я считаю, некоторые автомобили европейские реально вот по конструкции и мусорам. Корейские таким не страдают. И автомобили из США, там вот эти вот моменты, что там битый, коцнутый, то есть в Корее такого, в принципе, нет. То есть там бэушный автопарк, там стоят тачки денег, но у них там огромные пробеги, но тачки ездят. То есть вот ты берешь тачку, и велика вероятность того, что ты сделаешь ей там ТО, химчистку и все остальное, она у тебя будет ездить. Большая вероятность, огромная, я бы сказал, вероятность. Поэтому эти тачки нравятся мне, ну, побольше. Хотя, опять же того, то есть мы как бы, вариант этот хороший, но есть свой момент, то есть в Корее, что ты скорее можешь себе взять? Ну, ты можешь себе какую-нибудь Hyundai Kea взять из Кореи, там, ну, разные моменты. Мерседес ты из Кореи не пригонишь, Audi и Volkswagen не пригонишь, Honda из Одессы ты не пригонишь, BMW тоже. Ну, то есть ты понимаешь, о чем я говорю, да? То есть вот такие вот моменты, там, я понимаю, что есть в Корее там какие-то и Мерседесы, и BMW, но вероятность того, что ты их купишь, за небольшие деньги тебе оно сюда приедет. Ну, короче, ты понимаешь, что это просто нереально. То есть хоть вариант и более рабочий по качеству именно автомобиля, но это на любителя. То есть кому-то корейские автомобили не нравятся. Вот там дай мне, там, VAG, вот там дрочеры, там, BMW, там. Ну, как бы, вот из штатов можно пригнать и VAG, там, Volkswagen, Audi, и BMW, F30, как сейчас школьники, там, дрочеры любят заказывать. Там, Мерседесы те же самые, там, поискать. А в Корее ты этого не сделаешь. Поэтому Корее это, конечно, хорошо и клево, и, скажем так, практично. Но это только для того, кто такой, о, там, какой-нибудь Kia K5, газовая, LPI, офигенная тачка, я на такую буду ездить. И кто-то такой, о, нищебродское говно, я такое не езжу. Вот и все. Поэтому по факту, как итог ко всему, я тебе могу сказать так, что обмануть судьбу и заплатить меньше денег и как-то выиграть себе что-то хорошее. Ну, теоретически можно. Ну, знаешь, это как игра вот с этими лотереями, розыгрышами. Там кажется, что у тебя там номинации, есть там главный приз, джекпот. Там еще пять каких-то номинаций, там поменьше денег, еще три номинации там на какие-то вот эти и вот это. И тебе кажется, что там с десяток всяких каких-то вариантов призов, и ты такой думаешь, о, классно, большие шансы, а на самом деле шансы у тебя мизерные, почти никакие. Что-то выиграть хорошо. Вот так вот и здесь. То есть тебе кажется, тебе будут рассказать. Самое главное, почему это все живет вообще. Европа, Америка, почему это существует именно так, такая большая популярность. Значит, это кто-то, ну, то есть почему так сложилось, потому что это кто-то поехал там, как туда, так и туда, взял себе, именно нашел нормально, потратил времени, денег, нашел себе что-то нормальное, притащил сюда и показал, вот, смотрите, пацаны, у меня тачка, у меня тут прямо, ну, вы шо, там, я заплатил денег меньше, а получил офигенную тачку, вот такая вот штука. И, естественно, все, я что же хочу, но на всех не хватает, ну, не хватает этим заниматься не будет. Никто вот в таком вот массовом варианте. Поэтому появляются разные продаваны, барыганы, которые рассказывают, что да-да, и все там мусор, все херня, все это там, ну, по-разному бывает, там разное мы возим. Ну, конкретно тебе, ну, мы же с тобой кореша, вот я тебе лично, вот я уже ездил, я тебе посмотрю, я тебе подберу, вот что ты хочешь, я вот нормальная, и не надо там слушать разных тикток, ютуба, балаболов, которые рассказывают, что в Литве и в Польше покупать автомобили, ну, это как бы не очень хорошая идея, мягко говоря, это все ерунда, они никуда не ездили, они ничего не видели, я езжу, я знаю, можно и говно купить, но я, я, я знаю, где в Литве, где в Польше, где там в Словакии, где есть, вот именно, вот хорошее, именно то, я, это ж ты как приходишь на базар, ты же знаешь, что тут какие-то бракоделы, тут что-то какое-то палево продут, а там есть место, где сидит дядя Петя, и вот те, кто знают, и приходят у него, берут у него нормально, вот так и я, я все знаю, то есть, и на вот этих вот рассказах, ездению по ушам, и люди такие, да, 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 конечно, о, вот все кругом лохи, всех кругом обманули, но я, меня, нет, потому что, ну, потому что это же я, я умнее, во-первых, во-вторых, я знаю вот этого кента, мы там с ним, три года, десять лет, со школьной партии, с детского садика общаемся, и он меня не кинет, сто процентов, чувак, сто процентов, тебя кинут, тебя кинут, сто процентов, обманут тебя, нет, кинут, как бы, типа, забрал деньги, и вообще ничего, но это кидок, да, но тебя обманут, тебя за твои деньги, тебе расскажут, вот так, и там уже зависит от фантазии, вот этих перекупов, что они тебе, насколько хватит фантазии, насколько хватит наглости, бывает так, что перекуп тебе обещает вот так, а потом, по мере, как ты в это дело ввязываешься, он тебе начинает что-то там рассказывать, рассказывать, там, как бы, в реалии вводить, вводить, и постепенно тебя подводят к тому знаменателю, что, вот, ты получил вот это говнище, такое же говнище, как и все получают, но, оно чуть лучше, ну там, ну вот, вот, ну чуть лучше, понимаешь, вот, короче, вот такая вот тема, рассказ, подкаст, базар, ни о чем, обо всем сразу, на тему автомобилей, я до сих, на чем езжу я, да, что я, не это самое, и что, и что, я езжу до сих пор на своем аккорде, седьмом, 2007 года, пока что он ездит у меня, в будущем, мне хотелось, как я уже говорил, с Америки тачку, только по одной причине, потому что, этот автомобиль, не распространен на нашем рынке, и если ты заходишь в объявление, его купить, там прямо пишется, что он, автомобиль из Америки, там был в ДТП, то есть, какого рожна, я буду покупать, автомобиль у перекупа, который, хрен пойми, как сделан, если я могу, такой же металлолом, сам найти, точнее, ну, там, через кого-то, ну, короче, я буду понимать, что я нашел, мне его притащат сюда, я его, ну, проконтролирую, скажем, ремонт, что как, и получу себе, автомобиль, да, он будет стоить, там, плюс-минус, тех же денег, там, ну, может, там, я заплачу не 20 тысяч долларов, может, я там, 19 тысяч, ну, то есть, какой, а может быть, даже и те же 20 я заплачу, какой-то экономии там и не будет, но дело здесь не в экономии, здесь дело в том, что конкретная марка автомобиля, вот и все, и я вполне себе отдаю отчет, что это будет какой-то биток, какой-то говно, с которым, возможно, там, самые разные проблемы, ну, я это как бы понимаю, к этому, ну, с этим окей, то есть, вариантов на что-то другое в таком классе, пока у меня нету, ну, мне даже на это говно сейчас вариантов нету, это просто как план действий, который не состоялся, скажем так, уже сколько там, третий год он не состоялся, то есть, просто ход мысли я тебе объясняю, рассказываю, а так, если что-то какое-то рядовое, абсолютно стандартное корыто брать, в принципе, париться с штата, европейскими вот этими делами, ну, я не вижу резона, одно дело, у тебя есть тачка, ты на ней ездишь, тебе время не жмет, у тебя есть какая-то сумма денег, и ты такой, ну, в принципе, можно там пока то, пока сё, если у тебя вопрос стоит остро и срочно, у тебя нет тачки, у тебя тачка сдохла, вот у тебя бабки там, или ты думаешь, что я сейчас там быстро продам что-то, это однозначно не про то, что ждать, там где-то что-то ремонтировать, это про то, что нужно искать, поверь, что-то нормальное можно найти на рынке, не всегда, не везде, не всё, но что-то какой-то, какой-то момент можно найти, ну, об этом как бы, другой какой-нибудь подкаст, про то, как искать на рынке какое-то говно, вот, ладно, у меня на этом всё, пошёл я дальше запиливать, и да, свинособаки идут на... Субтитры сделал DimaTorzok